13 октября в межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года. В работе совещания приняли участие заместитель министра внутренних дел по республике Адыгея Андрей Остапенко, временно исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела Руслан Мерчанов. Заместитель министра проанализировал достигнутые показатели, дал объективную оценку деятельности отдела. Наступил у нас этап подведения итогов оперативно-служебной деятельности подразделений МВД по республике за 2021 год, за 9 месяцев. Сегодня подводим у вас итоги. В принципе, обстановка оперативная мне знакома, я ее изучил накануне. Хочу сказать, что достаточно неплохая статистика, и не только в цифрах, но и на реальных делах. Работайте неплохо. По оценке деятельности тоже находитесь на достаточно высокой позиции. Поэтому итоги подведем. В конце я определенные вам слова напутственные и то, что просил в ревью министра передать, до вас доведу. Ну и отвечу на вопросы, если они возникнут в ходе подведения итогов. Затем состоялась приятная церемония. За успехи в служебной деятельности группа сотрудников была награждена почетными грамотами и присвоены очередные звания. Приказом временно исполняющего обязанности министра внутренних дел по республике Адыгея от 30 сентября 2021 года номер 713 присвоить очередное специальное звание лейтенанту внутренней службы, старшему лейтенанту внутренней службы Динеру Владимиру Евгеньевичу, старшему инженеру группы обеспечения информационных технологий. Поздравляю. Присвоить очередное специальное звание старшему лейтенанту полиции Цееву Руслану Муратовичу, участковому полномоченному полиции, группы участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отделения полиции Хакурина Хабаровича. Приказом временно исполняющего обязанности межмуниципального отдела МВД России Кашихабысы достигнуты результаты по оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2021 года приказываю наградить почетной грамотой майора полиции Вучева Мурата Султановича оперуполномоченное отделение уголовного розыска МВД России Кашихабыс. Поздравляю. Этим же приказом награждается старший лейтенант полиции Устав Артур Руслану Муратович, старший оперуполномоченный уголовного розыска отделения полиции Хакурина Хабаровича МВД России Кашихабыс. Поздравляю. Этим же приказом награждается старший лейтенант внутренней службы Пшизопекова Артур Сходвеевич, инспектор штаба межмуниципального отдела МВД России Кашихабыс. Далее с основным докладом о результатах деятельности межмуниципального отдела МВД России Кашхабыс за 9 месяцев текущего года выступил аврион начальника межмуниципального отдела майор полиции Руслан Мерчанов. Анализируя результаты оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2021 года, можно прийти к выводу, что в общем премогененная обстановка на территории Кашхабысского и Шевьеновского районов стабильна и находится под контролем правоохранительных органов. Произошедшее увеличение на 1,3%, то есть с 2014 до 2241, то есть плюс 227, количество сообщений, поступивших в межмуниципальный отдел, а также увеличение количества зарегистрированных преступлений на 2,2%, то есть с 186 до 190, не оказалось существенного влияния на общую ситуацию. На это указывают показатели раскрываемости преступлений. Общая раскрываемость составляет 85,6%, а по ПГ 82,4%, то есть на 3,2% увеличено. Общее преступление, следствие по которому обязательность 73,9%, а по ПГ 69,9%. Тяжких, особо тяжких преступлений 89,7%, а по ПГ 70,3%, то есть на 19,4%. Рассматриваемая структуру преступности на территории обслуживания необходимо отметить, что произошло снижение регистрации следующих видов преступлений. Тяжких и особо тяжких преступлений на 30,2%, то есть с 43 до 30, убийств на 50%, с 2 до 1, кража имущества на 43,1%, с 72 до 41%, кража скота на 50%, то есть с 4 до 2%. Тем не менее, к результатам работы подразделения полиции, как криминальной, так и общественной безопасности, имеются вопросы. Докладчик отметил, что одним из злободневных вопросов остается незаконный оборот спиртосодержащей продукции, к решению которого необходимо активно привлекать общественность. По-прежнему повышенную общественную опасность представляют мошенничества, совершенные с применением IT-технологии. На территории обслуживания за 9 месяцев было зарегистрировано 28 подобных преступлений. Не меньшую опасность для жителей Кашхабрского и Шовгеновского районов представляют дорожно-транспортные происшествия, которых всего зарегистрировано 20, число погибших составило 8 человек. В целом, отметил Руслан Мерчанов, отдел сохранил контроль за криминогенной ситуацией на территории обслуживания и готов к решению поставленных задач в полном объеме.